Здравствуйте дорогие телезрители, в эфире Волжская коммуналка, я Антон Анисимов. Сегодня расскажу вам о том, как опасно бывают инициативы, и что за добрые дела в этом коммунальном мире. Можно серьезно пострадать. Смотрите внимательно, мотайте на ус. Не только простые граждане страдают от суровой реальности коммунального хозяйства. Люди деловые также во власти вездесущей разрухи. И как показывает практика, они перед ней еще более беззащитны. Хотите подробностей, смотрите следующий сюжет. Любовь Ивановна – женщина деловая, но ее попечение несколько квадратных метров коммерческой недвижимости. Когда начинала свое дело, была уверена, главной ее заботой будут зловредные конкуренты. Но не тут-то было. Деловая хватка опытного коммерсанта подвела. Самой большой заботой оказались коммунальные трудности, свалившиеся буквально с неба. Местные коммунальщики как будто ополчились против торговой сферы и вредят прямо средь бела дня. При сбрасывании с крыш снега бьют рекламы, значит, сотрудники ЗАО ПЖРТ, бьют рекламы, снег сбрасывают, снег не вывозят. И каждый год пишем и обращаемся сначала в ПЖРТ, потом обращаемся в администрацию района и просим, значит, это, ну, чтобы убрали или вывезли снег. Но снег и ныне там и растет в объемах с каждым днем. Раньше наряду со снежными насыпями еще и гололед соседствовал. Сейчас вот они почистили трактором, а то гололед был, снега много, нечищено было. То, что экскаваторы счищают уличный снег, безусловно, здорово. Но вот почему складируют его тут же, перед окнами магазинов, непонятно. Объясняют просто, так удобнее, а куда еще. При этом на вопросы, когда же будет вывоз, откровенно отмалчиваются. Любовь Ивановна, напротив, бьет полномасштабную тревогу. Скоро тепло растопит глыбы, и вода от них потечет прямиком под фундамент. Вода, она же тоже, извините, куда течет? Опять же, по этому городу, по улице Старой Загоре, и, извините меня, фундамент, и все. Но не только коммунальщики объявили войну. Чтобы урегулировать домоправительные дела, Любовь Ивановна отправила запрос местным чиновникам. И по какой-то причине администрация встала в позу перед исправным налогоплательщиком. В администрацию в этом году обратилась, чтобы дали письменное мне подтверждение и протоколы, кто является старшим у нас по дому. Надеялась и решить насущные проблемы, однако благая цель у управленцев вызвала однозначный вердикт. Администрация отказала мне. Теперь только и остается, что ждать солнечных дней в полном одиночестве. И так из раза в раз. Коммунальщики чудодейственным образом умудряются протянуть до потепления, не пролив капли пота. Что же на них найдется у права, говорит Любовь Ивановна. Теперь ежемесячные путежи она будет отправлять на солнце. Так справедливее. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В правоте этого высказывания убедились жильцы сразу нескольких домов. Хотели сделать как лучше, причем для всех. Оказалось, разрыли топор с отецкой войны, которая вот уже несколько месяцев не утихает. Толпа добровольцев и пачка документов. Так теперь выглядят добрососедские посиделки во дворе дома 69 по улице Пензенской. Все потому, что уже 8 месяцев мирной жизни здесь не знают. Четыре дома ополчились против 16 отчаянных жильцов. Большинство за правое дело, оставшиеся за личные интересы. Но у них против численности большое преимущество – стальная броня. Броня самовольно установленных гаражей. Они владеют гаражами, считают, что их интересы, 16 человек, ну, как бы важнее, чем интересы, еще как минимум 800 человек. Местный двор впечатляет и масштабами метража, и разглумом небогоустройства. Для сотен детей здесь скромные качельки, баскетбольное кольцо и огромное пространство для воображения. Пусть сами придумывают себе развлечения. Чтобы красивая жизнь появилась и наяву, местные жители решили облагородить двор, в котором они живут. Составили план, отправили заявку, ночами не спали. И не зря. Вот он, долгожданный триумф. В прошлом году подали заявку на комплексное благоустройство двора. Программа называется «Двор, в котором мы живем». Вот не без усилий жители нашего дома мы выиграли конкурс и сейчас вошли в программу по благоустройству. Но счастье было недолгим. Потраченные усилия чернила оказались бессильны перед людским эгоизмом. 16 владельцев гаражей, как титаны, встали на защиту своих железных храмов и отступать не намерены. Он сказал, что он категорически убирать гараж свой не будет, что он объявляет нам войну. Розовая мечта о прекрасном дворике оказалась заперта в тесных гаражных оковах. А ведь они здесь незаконны. Еще с 2009 года администрация города перестала выдавать разрешение на установку гаражных конструкций. А уже имеющиеся домики должны были зарегистрировать. Но как ни просили администрации жильцы, добиться у владельцев соответствующих документов не удалось. Гдеу подключили полицию, но также без толку. И до сих пор владельцев установить не могут, не может полиция. Хотя все проживают в наших домах и регулярно пользуются этими гаражами. Как видите, у нас даже расчищена площадка, чтобы заезжать в гаражи. С той стороны гаражи почти все очищены. То есть регулярно эти гаражи используются. Помимо прочего, гаражи нарушают и эстетическое восприятие дворовой территории. Свой функционал из ремонтно-стояночной конструкции они попоняли пристанищем для маргиналов и отхожим местом. Мало того, что они посреди два раз стоят. Они еще стоят для двуль забора детского сада. Я думаю, это тоже неправильно. Машины стоят, и они ремонтируют, и газы идут, как говорится, маслянистые пятна на земле. Но это все экология. Дети здесь же бегают. Выход один – судебное разбирательство. К этому делу даже подключилась администрация железнодорожного района. Чиновники, некогда помогавшие в составлении чертежей, вторично протянули руку помощи. В настоящее время уже собраны все пакеты документов, направлены в реестр. Для вынесения в реестр самовольно установленных гаражей Департамент строительства архитектуры, дали Департамент управления имуществ, будет принято решение об обращении в суд. В настоящее время пакет документов сформирован. Я надеюсь, что до весны мы успеем, конечно же, демонтировать эти гаражи. А значит, есть вера в лучшее, благоустроенное будущее. Уже без гаражей и их упрямых водельцев. Хотя они, как говорят жильцы, так просто не сдадутся. Впереди диверсионные операции и контрнаступление. Как оказалось, даже благое дело находит своих ярых противников. На этом у меня все. Надеюсь, весеннее солнце все-таки решит одну главную проблему. Заставит вас больше улыбаться в этом суровом, неблагоустроенном мире. А пока еще холодает, скажу вам одно. Держитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова